Россия-Китай. Под таким названием прошел международный форум в Химках. Обсудить совместное сотрудничество и бизнес-проекты приехали десятки предпринимателей, в том числе делегация из Китая. Мероприятие прошло на территории знаменитой усадьбы Середняково. Сегодня каждый предприниматель может для себя подчеркнуть ту или иную информацию, либо сколлаборироваться с китайскими делегациями, с китайскими бизнес-делегациями, либо с чиновниками, пообщаться и завести себе полезное приятное знакомство для развития в дальнейшем. Ну а китайская делегация посмотрит, насколько широка, весела и гостеприимна русская душа и наш любимый город Химки. Представители китайской стороны активно принимают участие в мероприятиях, которые способствуют развитию сотрудничества бизнес-сообщества России и Поднебесной. Очень активно идет сотрудничество во всех сферах, не только экономической, еще культурной сфере наше сотрудничество, потому что мы предприниматели российские и китайские, мы оба понимаем, что уже наступило именно такое время, что мы должны объединиться и мы должны показать миру, что такое сотрудничество на взаимовыгодной основе. В деловой программе форума и награждение активных предпринимателей. К слову, в Химках доступны федеральные, региональные и муниципальные меры поддержки. Помощь бизнесу реализуют программы партии «Единая Россия. Предпринимательство» и «Выбирай свое». Взаимоотношения должны проходить не только по линии предпринимательства, бизнеса, но вот сегодня нам удалось показать в том числе и российскую культуру. И сотрудничество должно выстраиваться на таких взаимных принципах, на принципах уважения культуры друг к другу, уважения тех принципов, которые сформировались за это время, когда наше государство развивали свои дружицы. Для гостей мероприятия подготовили насыщенную культурную программу. Участникам форума показали усадьбу 18 века, а также рассказали о ее богатом историческом наследии. Итак, находимся мы с вами в усадьбе Середняково. В 1913 году их здесь было 86. Ну и для справки вы знаете, что с 1 января прошлого года это не Солнечногорский район, а городской округ Химки, чему мы очень рады. Центральной частью мероприятия стал модный показ от дизайнера, композитора, заслуженного деятеля культуры Подмосковья Виктории Цыгановой. Не обошлось и без песен. Популярную в нашей стране Катюшу знают не только у нас, но и в Китае. Поэтому пели ее все, кто собрался на форуме. Ты хотела на великой тюша, на высокий печь, как рукой. Юлия Самошина, Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химкия-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова